Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире РГВК Дагестан и вы смотрите программу подробностей. Сегодня день печати. Поздравляем меня, наших коллег и всех причастных. И, разумеется, в связи с такой датой у нас гость, временно исполняющий обязанности министра информации и печати РГВК Дагестан Гаджи Умарасман Гайбулайч. Марсан Гайбулайч, я вас поздравляю. Это больше ваш праздник, чем даже мой, потому что сколько лет вы в индустрии, скажем так, в сфере. Я так понимаю, это вообще не просто день печати, а всех представителей средств массовой информации. Поздравляем. Спасибо огромное. Спасибо за поздравление. Я думаю, что это праздник всех, кто умеет читать. Мне так кажется. Возьмем вот так широко. Это прям очень широко. Тогда это точно мой праздник тоже. Спасибо. Так, естественно, это вот по, скажем, по науке, это день российской печати, печатной индустрии. И всех, кто относится к этой индустрии, это средства массовой информации, издатели, полиграфисты, все, кто имеет отношение к периодической печатной продукции. И поэтому, а у нас в республике эта система, эта отрасль достаточно широко развита. У нас есть государственные СМИ, негосударственные СМИ, муниципальные СМИ, ведомственные СМИ. То есть в Дагестан очень достаточно широкая палитра средств массовой информации. Мне даже, да, я вас дополню, попытаюсь, по крайней мере, в свое время специалисты, социологи или политологи из других регионов страны, из Питера, из Москвы, очень часто говорили, что Дагестан, вот в целом, если взять по Севом, Кавказскому или даже Южному региону, Дагестан в этом плане на передовых позициях с точки зрения именно развития периодики негосударственной. То есть у нас негосударственных газет, именно политического, общественно-политического содержания тоже, как бы, да, по количеству гораздо больше, чем в других регионах. Абсолютно верно. Это больше и по количеству, они ярко представлены и по качеству, и по разным другим параметрам. Мы за то, чтобы в республике были разные мнения, разные взгляды, и эти взгляды излагались в разных средствах массовой информации, в том числе и государственных, и негосударственных, потому что у каждой категории граждан, допустим, есть своя точка зрения, эти граждане хотят эту точку высказывать, для того и существует средство массовой информации, чтобы мы могли дать возможность каждому высказать свою точку зрения. Это принципиально. Газеты нужны разные, газеты нужны всякие. Так, именно. Отлично. По поводу Дня Печати, насколько я понимаю, в том числе к поздравлениям присоединился глава республики Сергей Алимович Меликов. Мы благодарны Сергею Алимовичу за эти поздравления. Скажу, почему даже вы. Потому что в нашей отрасли работает огромное количество людей. Эти люди делают очень полезное, необходимое общество дело. Работают профессионалы, высокого уровня профессионалы, и каждый из сегментов этой отрасли. И эти люди нуждаются в том, чтобы этот труд был оценен. Их вклад в развитие республики было по достоинству оценено. Поэтому в поздравлении главу республики есть оценочные параметры, где он высоко оценит вклад в средства массовой информации. И надеемся, что дальнейшее участие в средствах массовой информации в обсуждении общественно-политических тем, сохранении культуры, самобытности, языков, будет усиливаться эта роль. Потому что средства массовой информации – это мост между властью и обществом. Это возможность гражданам высказать свои точки зрения, довести его до органов власти. И органам власти есть возможность, скажем, рассказать о своих решениях, о своих видениях, предстоящих проблем. И это должно быть взаимосвязано. — Помимо этого, помимо того, что это мостик между обществом и, условно говоря, властью, чиновниками, неважно, это еще и некая витрина Дагестана перед, скажем так, остальными регионами страны, да и не только страны. — Ну, здесь все упростилось до минимума. Сегодня средства массовой информации, которые присутствуют в сети интернет, становятся достоянием мировым. С таким же успехом, как в Махачкале, за, скажем, газетой «Зори Табасарана» можно наблюдать в Нью-Йорке, Вашингтоне или в Лондоне. То есть эта доступность с любой точки мира придает этому изданию дополнительный, скажем, статус, мне кажется, и дополнительную ответственность. — Марсан Габилович, по поводу ответственности. Вот мы до съемки долго об этом тоже спорили, по крайней мере, начали эту дискуссию. Не могу об этом не упомянуть, особенно учитывая, что в день печати есть, условно говоря, бытует среди обывателей такое понятие, как некая конкуренция. Очень условно, я сейчас подчеркиваю, очень условно. Вы меня неоднократно поправили до съемок, но все-таки я повторю эту фразу. Вот очень условно, конкуренция СМИ и интернета. Я подчеркну, что под интернетом, разумеется, подразумеваются некие неофициальные источники информации. Или даже так, они как таковыми источниками информации, они становятся по факту. Это некие могут быть какие-то частные лица, блогеры, влогеры и так далее. И есть СМИ, которые в том числе, как вы сказали, представлены в интернете в том числе, но они несут официальную ответственность. То, что публикуется на их площадке, они, извините, отвечают за это головой. Есть вот в сознании, с одной стороны, в сознании обывателей, вот некая конкуренция. То есть доверять официальным каким-то, не обязательно провластным СМИ, а просто СМИ как СМИ. Будь оно в интернете или будь оно на бумаге или в экране телевизора. Или же доверять каким-то частным источникам. Очень так, в кавычки иногда надо брать информации, там, те же ватсаповские группы, или инстаграм-паблики и так далее, так далее. То есть, как, на ваш взгляд, сегодня эта ситуация, она вот вообще актуальна, эта конкуренция? Или все-таки уже давно интернет тоже полностью является территорией официальных СМИ? Ну, я скажу так, конкуренция присутствует, только единственное, я не согласен с термином СМИ и интернет. Да, да, это очень условно. Дело в том, что... Я буквально озвучу, как обыватель. Дело в том, что сегодня нет СМИ без интернета. Интернета без СМИ, по большому счету. Все средства массовой информации, которые считают себя, скажем, имеющим интерес к аудитории, к публике, они представлены в интернете, в любом варианте. И в варианте электронной версии, допустим, если печатное издание, электронные версии газеты. И в варианте телеграм-каналов, которые на основе печатного издания готовятся, информация уже в другом формате. И в социальных сетях. Вот все наши средства массовой информации, во всяком случае, государственные СМИ, они представлены во всех этих площадках. Кто больше, кто меньше, кто активный, кто нет, но это есть. Но с другой стороны, у наших зрителей, читателей есть возможность выбрать источник информации. Сегодня есть, допустим, мы считаем, что государственные СМИ несут ответственность за информацию. Они не только несут ответственность за правдивость этой информации, они несут ответственность за его достоверность, за его оперативность, за его первичность информации из источника. Это было... На что вы ссылаетесь? Да. Но с другой стороны, иные, скажем так, негосударственные СМИ, или, скажем, блогеры... Даже не СМИ вообще. Или вообще не СМИ. Или телеграм-каналы. Они свободны в высказывании своей точки зрения. Они могут предположить, они могут высказать, скажем, прогноз, не гарантируя исполнение этого прогноза. Здесь есть широкое поле деятельности, и вся эта площадка является для, скажем, любого человека, которому интересуют эти информации, вот так им... Там надо выбирать, что тебе интересно, кому ты доверяешь, что является для тебя... Я думаю, что наши зрители очень часто читают и то, и другое, и сравнивают. И это тоже здорово. У них есть возможность сравнить два источника информации и попытаться составить собственное мнение об этом деле. И тут мы не можем, опять же, не упомянуть про интернет, как наиболее развивающаяся площадка, именно средств донесения информации до конечного потребителя. И то, собственно, чем сегодня занимаются СМИ. Я позволю себе некую градацию провести. То есть если очень так грубо, голубом по Европе пройтись, то есть дагестанский сегмент информационный интернет, он подразделяется на три составляющие. Это получается Телеграм, Инстаграм и Ютуб. Ну, почему-то как-то Ютуб очень условно. Значит, получается Инстаграм. Вы меня поправьте. Я это поправлю. Я не совсем согласен. Да-да-да. Я говорю, как это выглядит со стороны обывателя. Потому что я все-таки, даже находясь в этом кресле, вы понимаете, по каким причинам я все-таки в большей степени обыватель, чем журналист. Значит, Инстаграм это у нас, как правило, новости. Горячие, свежие, сразу в эфир. Какие? Видосики, да. Телеграм это такая уже более насыщенная, более аргументированная информация и очень часто с намеком на инсайт, либо на аналитику. Ну, возьмем так. Скорее назовем ее так. Аналитика и инсайт. Аналитика и инсайт. И Ютубчик у нас остается для развлекаловки, как правило. Вот эта градация, как ее видит, например, условно говоря, обыватель в лице меня? Поправьте меня. Давайте так. Достаточно для обывателя слишком вы подготовлены. Я неправильно обыватель. Не совсем обыватель. И вообще не обыватель вообще. Должен признаться. Конечно, у каждого, скажем, из перечисленных своих сегментов, у них есть свой формат. Да. Естественно, каждый человек, выбирая форму проявления своего интереса, проявления, скажем, своего интереса к зрителю, он выбирает этот формат. То ли он хочет короткое размышление в телеграм-канале, то ли он хочет картинку в Инстаграм, то ли он хочет видеоизображение в Ютубе. Это все присутствует. Это только форма подачи. Здесь ключевое, что ты хочешь сообщить людям. Что ты хочешь услышать в ответ. Вот здесь ключевое. Поэтому в этом плане деление у этой градации может быть гораздо больше. Есть другие социальные сети, есть другие мессенджеры. Но каждый из них в разные периоды становится более популярным и более интересным. Сегодня интерес к телеграм-каналам определенный. Еще сохраняется. Еще сохраняется. Большой популярностью используется Инстаграм. Очень большая популярность. Огромное количество людей. Среди народа. Любят зайти, посмотреть картинку, прочитать короткое сообщение. Тикток? Ну, Тикток это уже больше молодежная среда. Но набирает обороты. Да, набирает обороты. Это неизбежный процесс. Мы идем в рамках мирового процесса. Условно говоря, та же Дагправда есть у них в Тиктоке? Так правда, в Тиктоке нет. Но есть, так правда, во всех других сферах. А должна быть она в Тиктоке? Я думаю, что в Тиктоке, в первую очередь, должна быть молодежь Дагестана. Скажем. Или Орленок Дагестана. И я вам скажу, и Дагправда не повредит присутствие. Потому что это газета общественно-политическая для широкого читателя, зрителя. Но у Дагправды есть печатная версия, есть электронная версия, есть развитый телеграм-канал. Дагправда присутствует в других социальных сетях. И это нормально. И ненормально было бы его отсутствие во всех этих площадках. Я еще дополню, что вот это интернет, скажем так, оснащение, привычных уже для нас СМИ, оно дало возможность приоткрыть некоторые даже новые жанры. Объясню. То есть, скажем, почему я про Дагправду сказал? Я не иронизировал. Я вполне серьезно спрашивал, а что так правда будет транслировать Тикток? Это же видеоформат, причем очень короткий. И, как правило, он такой более такой, знаете, как полушутливый, полупародийный. А там может быть видео с изображением автора Турина статьи, которое просто высказало какую-то короткую мысль. И запустило как некий, допустим, вирусный видос. Или, если мы говорим о другом жанре, это уже инсайт. Но не инсайт, как в привычном понимании, политически. А, допустим, интернет, он дал возможность наблюдать за кулисой. То есть, а вот как у нас печатается газета. А вот как мы снимаем. То есть, получается, вот эта наша картинка попадет в эфир. А то, что сейчас зашел наш SMM-менеджер и прошелся вот так вот по съемочной площадке, и нас с вами в кадр зацепил, и мы что-то ему сказали в картинку, это же не эфирное видео. То есть, получается, одним словом, мы, журналисты, если я могу себе позволить так называть себя, мы, журналисты, в том числе с помощью интернета и новых каких-то жанровых примочек, становимся ближе к читателю и зрителю. Правильно я понимаю? Это ключевой момент. Смотрите, вы каждый... Как люди, мы показываем себя, мы не просто манекены, говорящие голову, мы люди. Во-первых, у любого издания есть возможность ориентироваться на зрителя, в том числе через обратную реакцию. Скажем, если телеграм-канал, там есть обратная... Это чуть другое, но я согласен, да. Есть обратная реакция. То есть, через обратную реакцию каждое средство массовой информации должно выбирать тот формат, где у него успешно это все получается. Вот практика показывает, что невозможно. Одновременно с одинаковой успешностью присутствовать во всех площадках. Наверное, да. Наше издание выбирает ту площадку, где ему удобнее, где у него аудитория. Именно на этой площадке проявляет большую активность. Во всех остальных площадках они присутствуют, но там нет такой бурной активности, скажем так. И это естественно. Каждое издание должно выбрать тот сегмент, где лучше получается, где у него есть аудитория, где у него есть возможность привлечь дополнительных зрителей, слушателей. И это естественно. И поэтому присутствие Дагправды, скажем, в ТикТоке вполне возможно, но вряд ли это является главной площадкой для Дагправды. Как только появилось развитие социальной сети, встал вопрос. Это журналистика или не журналистика? Это начало журналистики или конец журналистики? Я вам скажу так. Для читателя, зрителя, слушателя очень важно получить информацию. Да. Очень важно получить содержатель информации. Очень важно получить мнение людей и, возможно, какие-то выводы. А в какой форму он будет получать это? Будет он получать это от журналиста, от блогера, от, скажем так, ТикТокера? Принципиально не важно. Важно содержание. Согласен. Важен... Важен... Сегодня Сбербанк объявил, что чуть ли не половину сотрудников переводят на дистанционное. В Москве опять думают о том, как бы развернуть дополнительные койки и так далее. То есть то, что омикрон становится, к сожалению, реальностью нашей жизни, новогодние каникулы тому вину или еще что, как бы да, что количество заболевших растет, может быть, даже среди привитых. Вот эта история опять нас возвращает к весне 2020 года, когда все-таки мы столкнулись, ну, может быть, не в моей формулировке конкуренции СМИ интернета, а все-таки в очень жесткой конкуренции мы столкнулись, официальной информацией, будь она высказана гос.СМИ или не гос.СМИ, и какой-то информации на уровне фейка, которая распространялась то ли где-то в WhatsApp или еще что-то. Есть ли вероятность того, что мы снова погрузимся в это какое-то информационное болото, из которого мы с трудом выбирались, и выбирались на самом деле, ну, это не преувеличение ценой жизни? Ну, я должен... Во-первых, спасибо за этот вопрос. Это на самом деле актуальный вопрос. Какой бы ни был праздник, какое бы ни было событие, мы живем в условиях, когда мы все время должны оглядываться на эпидемиологическую ситуацию, на то, как развиваются дела в обществе. Дело в том, что сегодня я не вижу проблемы с информацией, в средствах массовой информации, в том числе и официальной информации. Сегодня в ежедневном формате публикуется как количество заболевших, количество выздоровевших. Более того, они публикуются в разрезе буквально чуть ли не каждой больницы. Поэтому информация, она есть, она достаточно широкая. И я вам скажу, главной темой ушедшего года в средствах информации была именно ковидная тема. Именно было информация... Количество вакцинированных, в том числе? Да, количество вакцинированных. Это статистическая информация, это само собой. Она присутствует, она постоянно... Главной информацией была попытка уберечь людей от этой опасности. Попытка убедить людей, что опасность существует, и единственный способ уйти от этой опасности – вакцинироваться. Это был главный посыл. На это активно обращало внимание руководство республики, оперштаб по борьбе с ковидом. Мы об этом очень часто говорили и ориентировались. Наши средства массовой информации, скажу, как государственные, так и негосударственные, были озабочены этой тематикой. И сегодня мы продолжаем, потому что проблема никуда не ушла. Очень важно убедить людей, что альтернативы вакцинации нет. Много людей, которые говорят, ну, всякие небылицы относительно этого. Но практика показывает, статистика показывает, что вакцинированные заболевают в редких случаях. Если даже заболевает, эта болезнь проходит легче. Вот цифры я приводил в тот раз, да? Помните, во вторую городскую болезнь? Каждый день, мне кажется, надо приводить цифры, потому что люди не слышат. 10 тысяч посетителей, да, попавших в больницу. Из них 44 человека попали переболевшие, да, вакцинированные. Из них только один имел летальный исход, и то по побочным причинам. То есть статистика показывает, и этой статистике, игнорировать этой статистике нельзя, показывает, надо вакцинироваться. И даже сегодня, праздничный день, мы об этом говорим, потому что это очень важно. То есть есть надежда, что как бы омикрон сейчас не развернулся, на шарике, и в том числе в нашей стране, вот эти все безумцы, вещающие со всех утюгов, про вышки 5G, про чипирование и про прочий бред конспирологический, мы их услышим, либо не услышим совсем, либо такой писк-писк-писк, тихо-тихо будет, правильно? Но есть такая надежда? Я хотел бы, чтобы люди... Что просто нормальная официальная информация просто забьет этот весь информационный мусор. Вот я как раз хотел бы, чтобы люди слушали, доверяли официальной информации, у которой есть адрес, фамилия, имя, осень, юридическое лицо, и которые несут ответственность за свои слова. Не доверяли всяким сомнительным источникам, прежде всего доверяли соседу рядом, кто переболел, или тому, кто не переболел, потому что вакцинировался. Лучше этому доверять, чем неизвестно кому. Вот на этой ноте, к сожалению и к счастью, мы вынуждены завершить. Друзья мои, сегодня День Печати. У нас в гостях, разумеется, был временно исполняющий обязанности Министр информации и печати Республики Дагестан Гаджик Умарасман Гайбулаевич. И Умарасман Гайбулаевич, конечно, очень демократично и лояльно озвучил, что День Печати – это праздник тех, всех тех, кто умеет читать. А я решил сузить, как итог нашей передачи, совсем сузить. День Печати – это праздник людей, несущих реальную ответственность. Вот последняя формулировка вполне уместная. Я с большим удовольствием соглашусь, особенно с последним аргументом. Да, поэтому, друзья мои, ответственны вы наши. Умарасман Гайбулаевич, вы тоже у нас ответственны. Спасибо. Мягко говоря, самый главный у нас ответственный за все это дело, за информацию. С праздником, всего хорошего, не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин